Творческих конкурсов, лучший социальный проект 2016 года и лучшие редакции журналистов, освещающие деятельность негосударственных, некоммерческих организаций, отражающих интересы женщин и молодежи. Подробности далее. Как было отмечено на пресс-конференции, в течение 2016 года Ассоциация осуществлена комплексно-информационно-аналитическая нравственно-просветительская работа по усилению роли и значения ННО в процессе реформ, осуществляемых по модернизации страны. По словам участников пресс-конференции, в 2016 году было проведено 75 мероприятий, направленных на повышение социально-экономической активности общества, а также методическую и правовую поддержку населения. Отмечалась необходимость решения задач на 2017 год, отраженных в стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан. Отмечалось, что сейчас ведется системная работа по повышению предпринимательских знаний и навыков населения, содействию интеграции в общество особо нуждающихся граждан, росту медицинской культуры в семьях и усилению духовно-нравственного воспитания молодежи. В рамках пресс-конференции также состоялось награждение победителей творческих конкурсов, лучший социальный проект 2016 года и лучшие редакции журналист, освещающие деятельность ни государственных, ни коммерческих организаций, отражающих интересы женщин и молодежи. В столице прошел второй национальный научно-образовательный форум «Доступ к научной информации и публикационная активность». В первый день преподаватели вузов, исследователи, докторанты, соискатели ученых степеней посетили мастер-классы и получили рекомендации по повышению качества научных исследований и публикационной активности. Что было в центре внимания участников форума во второй день, в нашем следующем сюжете. Во второй день в рамках форума состоялось пленарное заседание по использованию баз данных научной информации в системе высшего образования Республики Узбекистан. Участники также говорили о доступе к патентно-информационным базам в режиме онлайн для эффективного использования в научной работе. Акцентированное внимание было и вопросом использования зарубежных научных электронных баз данных. Один из спикеров рассказал о полном цикле ресурсов Clarivate Analytics для исследователя от поиска информации к публикации научной работы. Мы провели анализ публикаций ученых Узбекистана. И нам очень приятно видеть, что есть целый ряд научных статей, написанных узбекскими учеными, которые уже получили широкое признание в мире, у которых есть высокая цитируемость, которые были опубликованы в ведущих международных научных журналах. То количество публикаций, которые есть сегодня, оно не в полной мере отражает тот огромный потенциал, который есть у науки Узбекистана. Поэтому сейчас ведется работа по созданию национальной подписки на Web of Science для университетов и для научных центров Узбекистана. О возможностях использования информационных продуктов издательства научных материалов мирового уровня Шпрингер Нейча также рассказали в рамках форума. Мы крупнейшее международное издательство, крупнейшее в мире по количеству научных журналов и научных книг издаваемых. Мы помогаем ученым знакомиться с нашими полнотекстовыми ресурсами, высокорейтинговыми зарубежными журналами. У узбекских ученых есть опыт публикования. Я проанализировала, например, публикации за 2016 год именно в журналах рейтинговых, журналах Шпрингер Нейча, их более 3000. И сделала вывод, то есть по аналитике, по статистическим данным, что ученый Узбекистана публикует примерно 200 статей. Это хороший показатель. Добавим, что эффективность форума заключается в том, что его участники узнали о доступе к мировым электронным научно-образовательным ресурсам и возможностям публикаций в высокорейтинговых журналах. Хроника событий в мире продолжает выпуск. С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-У» с грузовым кораблем «Прогресс-МС-05». Запуск стал первым после аварии «Прогресс-МС-04», произошедшего 1 декабря 2016 года. Космический грузовик стартовал с площадки номера 1 «Гагаринский старт». Он доставит на МКС около 2,5 тонны различных грузов, в том числе сухие грузы, топливо, воду и сжатые газы. Помимо научного оборудования и комплектующих для системы жизнеобеспечения в корабле находятся контейнеры с продуктами питания, предметы отечественной медикаменты и средства личной гигиены для членов экипажа. Этот запуск должен стать последним в истории ракеты «Союз-У». В феврале частный сектор и производство в Европе выросло до 6-летнего максимума. Создание новых рабочих мест достигло самой высокой отметки с августа 2007 года. Свободный индекс деловой активности «Еврозоны» в феврале текущего года вырос до 56 пунктов, что является самым высоким показателем с апреля 2011 года, с 54,4 пунктов в январе. Аналитики при этом ожидали намного меньший показатель. Как отмечают эксперты, большим сюрпризом стала Франция, где PMI оказался выше, чем в Германии впервые с августа 2012 года. Отметим, что показатель ниже 50 пунктов отражает снижение активности, выше рост активности. Потребление энергии в Европейском Союзе в прошлом году было ниже уровня 90-го года. Такие данные публиковали в статистическом ведомстве ЕС. Однако страны ЕС стали больше зависеть от экспорта ископаемых видов топлива. Сменить ориентиры в потреблении Европа наметила еще несколько лет назад и стремиться к своей глобальной цели – сократить энергопотребление к 2030 году на 30%. Аналитики отмечают, что ЕС, в отличие от остального мирового сообщества, значительно улучшил ситуацию и снижает энергопотребление не на словах, а на деле. Так, в 2015 году валовое внутреннее потребление энергии в Европейском Союзе составило 1 млн 626 тысяч тонн нефтяного эквивалента, что стало ниже уровня 90-го года и снизилось на 11,6%. Однако в ЕС все еще основными источниками энергии по-прежнему остаются газ и нефть, что составляет 73% от общего потребления энергоресурсов. А в 90-м году этот показатель достигал 83%. Лидерами по снижению валового внутреннего потребления энергии в Европейском Союзе стали Латвия, Литва и Эстония, а также страны Восточной Европы. Ускорение инфляции в ближайшие несколько месяцев приведет к падению потребительских расходов, таковы прогнозы представителей Банка Англии. Как на это повлиял Brexit и годовая инфляция, к слову, ускорившаяся до максимального уровня за 2,5 года, узнаем далее. Несмотря на хороший прогноз экономики Великобритании, на текущий год вызваны мерами стимулирования со стороны самого Банка Англии, смягчение денежно-кредитной политики, а также улучшение перспектив мировой экономики, аналитики ожидают падения потребительских расходов, так как доходы домохозяйств упали из-за выросших на фоне Brexit цен. Во второй половине 2016 года за счет потребительских расходов британская экономика показала годовой рост в 2%, превзойдя все экономики стран большой семерки. Потребительские расходы обвалились сразу после референдума, однако затем восстановились благодаря оперативным действиям Банка Англии и британских властей. Доверие потребителей осталось высоким из-за хорошей ситуации на рынке труда и стабильности доходов домохозяйств. Ослабление торговых связей с Евросоюзом окажет давление на темпы роста ВВП в ближайшие несколько лет, считают в Центральном банке. При этом сторонники выхода из ЕС говорят, что Великобританию ждет процветание, поскольку она сможет заключать новые торговые соглашения и избавиться от лишней бюрократии. Компания денежных переводов TransferWise запустила новую услугу, которая позволяет ее пользователям осуществлять международные денежные переводы и онлайн-покупки через чат-приложение Facebook. Чат-бот TransferWise позволяет заказчикам отправлять деньги друзьям и членам семьи из Соединенных Штатов, Великобритании, Канады, Австралии и Европы прямо в Facebook Messenger. На сегодняшний день приложение доступно в порядка 50 странах мира, а ежемесячная сумма переводов составляет около 1 миллиарда долларов США. Verizon получит 350-миллионную скидку при покупке интернет-компании Yahoo. Об обновлении соглашения по сделке говорится в совместном заявлении компании. Таким образом, сумма сделки снизится до 4 миллиардов 480 миллионов долларов США. Напомним, что изначальная стоимость сделки составляла 4 миллиарда 830 миллионов долларов США. В результате сделки под контроль Verizon должна перейти большая часть бизнеса Yahoo. В частности, Verizon получит сервис электронной почты Yahoo Mail, услугами которого каждый месяц активно пользуются около 225 миллионов человек. Смартфоны Galaxy Note 7, ранее отозванные с рынка из-за риска самовозгорания, вновь поступят в продажу. Об этом сообщила южнокорейская компания Samsung Electronics. Отмечается, что южнокорейская компания заменит аккумуляторы в дефектной партии смартфонов уже к маю этого года. Восстановленные аппараты теперь будут реализованы в основном на развивающихся рынках, в числе которых Индия и Вьетнам. Также возможны появления аппарата в Южной Корее до выхода Galaxy Note 8. Как отметили в Samsung, такое решение было сделано, чтобы минимизировать ущерб от отзыва смартфонов и избежать больших затрат на утилизацию огромной партии электроники. Отметим, что ранее Министерство охраны окружающей среды Южной Кореи заявило, что компания может быть оштрафована в случае ликвидации запасов смартфонов без соблюдения экологических стандартов страны. Американская аэрокосмическая корпорация Boeing широко внедряет технологии изготовления трехмерных деталей на 3D-принтере. Компания заявила, что с помощью 3D-принтера планируется сократить сроки строительства новых космических спутников. Стоит отметить, что данный процесс производства потребует меньше рабочих рук и позволит удовлетворить спрос на аппараты со сроком эксплуатации вдвое меньше нынешних 15 лет. Подобное упрощение конструкции позволит сократить количество производственных сбоев во время сборки аппаратов. Данный план призван помочь корпорации сохранить прочные позиции и конкурентоспособность в данном сегменте космической промышленности. Новые технологии будут внедрены на отдельные коммерческие проекты, но при этом скорость их реализации будет напрямую зависеть от результатов серии запланированных конкурсов, за право выполнить определенные работы. Чтобы разработать и построить новую модель спутника, корпорации в среднем требуется 5 лет. Они могут достигать габаритов автобуса и стоить около 150 миллионов долларов. Беспилотники уже летают в синхронизированных стаях. Ученые из Университета Южной Калифорнии проводят эффективную работу по созданию целых стай из координированных беспилотных летательных аппаратов, способных воспроизводить запутанные синхронизированные маневры. Воздушные выступления таких дронов-беспилотников в стае являются результатом сложного кодирования из специальных алгоритмов, которые гарантируют, что каждый беспилотный аппарат поддерживает свой собственный путь и не вторгается в воздушное пространство своих соседей. Дроны контролируются серией камер, которые позволяют отслеживать и координировать каждое их движение, передавая информацию между роботами и главным компьютером. Успешная демонстрация команд помогает координировать разные действия. Эти различные задачи смогут в будущем использоваться для таких вещей, как поиск и спасение людей, для прибрежного и пограничного контроля, для мониторинга лесных пожаров. Казалось бы, невозможно перечислить, а тем более пересмотреть за короткий срок все фильмы, номинированные на «Оскар» за последние полвека. Решить эту задачу постарались авторы следующего ролика, набирающего популярность в интернете. В одном видео они объединили финальные сцены 45-ти оскароносных фильмов, снятых с 1972 года. Это фрагменты из таких картин, как «Титаник», «Форест Гам», «Крестный отец», «Молчание ягнят», «Бердман» и другие. Интересно и то, что в качестве саундтрека к ролику выбрали композицию Николаса Бриттоли «The Middle of the World» из фильма «Лунный свет». Напомним, что очередная церемония вручения кинопремии состоится 26 февраля 2017 года в Лос-Анджелесе. А на этом у нас пока все. Оставайтесь на нашем канале. До свидания.